Жителям Южных Курил предоставили высокоскоростной доступ в интернет. Оптическая магистраль Сахалин-Курильские острова обеспечила высокоскоростной доступ в интернет для жителей Южных Курил. Фото. Айсток. В церемонии запуска подводной волоконно-оптической линии связи Дволс, на острове Шикотон-Курильской гряды приняли участие спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава Минкомсвязи Константин Носков, руководство Сахалинской области. Теперь у местных жителей появилась возможность подключить безлимитный интернет на скорости 100 в секунду за 1050 рублей в месяц, тогда когда запуска волоконно-оптической линии всего лишь 10 гигабайт трафика обходились в более чем 10 тысяч рублей. Как пояснил Носков, раньше на островах интернет был спутниковый и дороже на порядке. И не было таких скоростей передачи данных, как сейчас. Такого качества услуги невозможно было купить ни за какие деньги, отметил министр. Минус. В раскачестве рассказали, как безопасно делать покупки в интернете. Пропускная способность линии 40 в секунду с возможностью расширения до 8 в секунду. Общая протяженность линии, которую тянул Ростелеком, составила около 815 километров. В ходе проекта Ростелеком проложил в сейсмоопасном районе со сложными климатическими условиями сотни километров подводного оптического кабеля по дну Охотского моря и множество наземных линий связи на Курилах, установил и смонтировал основное технологическое оборудование, сообщил глава Ростелекома Михаил Асеевский. Кроме того, заменены старые сети в Курильске, Южно-Курильске и Крабозаводском. С приходом оптики активно появляются и новые станции сотовых операторов, большая четверка может здесь работать, уверил Асеевский. Скоростной интернет, по мнению Иванова, сделает более привлекательным Дальний Восток для молодежи. Оптика на Курилах станет основой для развития цифровой экономики в регионе. Это шаг по устранению цифрового неравенства. Здесь достаточно сложно было провести интернет. Все дальнейшие технологии цифровой экономики, безусловно, будут здесь применяться так же, как и по всей стране, сказал Носков. В участниковой Шикотанской больнице уже внедрены элементы телемедицины, а в местной школе есть возможность проводить онлайн-уроки. Теперь за 1050 рублей в месяц на Курилах можно без ограничений пользоваться интернетом на скорости 100 вая секунду. Раньше 10 гигабайт обходились в 10 тысяч. Иванов отметил, что условия жизни в регионе в целом меняются. На острове построен аэропорт Ясный, ставший первой построенной с нуля воздушной гаванью в РФ. Когда я был в последний раз при открытии совершенно нового аэропорта Ясный на Итурупе, мне врезалось в память женщин и меня благодарили за то, что асфальтировали дорогу на Итурупе, и они сказали, что теперь могут на работу ходить на каблуках, а до этого только в сапогах, передает слова Иванова Рия Новости. По словам Иванова, в этом году будут заасфальтированы дороги на шикотане между селами Крабозаводская и Малокурильская. Самые большие инвестиции в России приходятся именно на жителей Курил 160 миллиардов рублей примерно на 20 тысяч населения. Экономика отрасли связь правительства Минкомсвязи филиалы РГ Дальний Восток ТФО Сахалинская область. Минкомсвязи филиалы РГ Дальний Восток ТФО Сахалинская область.